Итак, переходим к следующей теме. Следующая тема. Зачем Ruby и почему Ruby on Rails? Во-первых, Ruby это просто. Ruby простой наглядный синтаксис. Простой фреймворк. Rails это простой фреймворк. Все довольно удобно. Но, по сравнению с остальными языками, можно сказать, что этот язык очень сильно выигрывает у остальных. То есть, даже у Perla, Python и так далее. Очень просто на нем решить какую-то задачу. Сегодня у меня была одна задача – обработка файла. Я написал небольшую программку, но примерно на полэкрана. И эта программа, то есть, она делала все, что мне нужно. Я написал ее очень быстро. То есть, за эту простоту. То есть, это быстро и просто. И, соответственно, то, что быстро и просто, значит, это выгодно работодателю. Поэтому работодатели любят нанимать Ruby программистов, а не каких-нибудь программистов на ассемблере. То есть, если вы сравните вакансии, ассемблер C и Ruby, то, скорее всего, на Ruby вакансий будет намного больше. Ну, еще плюс в том, что Ruby как бы… Ну, язык сам не молодой, но он приживается вместе с Rails в течение где-то последних десяти лет все больше и больше, и вакансий становится больше. И это очень хорошо. То есть, язык C, ему уже очень много лет, но, тем не менее, вакансий до сих пор существует. С Ruby, я думаю, что должно быть намного лучше. Ruby – эффективный язык. То есть, он довольно быстро работает. То есть, я бы даже сказал не довольно быстро, а достаточно быстро. То есть, вот мне некоторые жаловались, что кто-то им сказал, что Ruby работает очень медленно. Поэтому мы там будем писать на других языках и так далее, или будем учить другие языки. Но у меня к ним такой вопрос – а какая разница, как медленно он работает? То есть, программа выполнится там за 0,001 секунды или в случае C за 0,001 секунды? То есть, вам, в принципе, это без разницы. Если ваша программа исполняется на сервере, там, и тысячу запросов, то, наверное, уж лучше купить или арендовать дополнительный сервер за 100 долларов в месяц, чем платить какому-нибудь программисту на ассемблере, который будет писать вашу программу 3 года вместо 3 месяцев. Поэтому я бы сказал, что у Ruby достаточная скорость работы. Он помедленнее, чем C или C-Sharp. Но это компенсируется за счет стоимости трудозатрат. Ну, Ruby – современный язык. И он появился чуть позже такого языка, как Perl. Я его очень любил в свое время. Много на нем писал, там разные форумы, первые сайты на Perl какие-то создавал. Ruby вобрал в себя самое лучшее от Perl и от некоторых остальных языков. За несколько лет Ruby развился до второй версии. Rails – до четвертой. То есть можно судить о том, насколько быстро развивается. То есть четвертая версия Rails, вторая версия Ruby. Хотя активно он используется около десяти лет. То есть это нормально. То есть развивается и еще будет развиваться. Синтаксис будет только упрощаться. Да, кстати, касается всех языков, не только Ruby. Упрощают сейчас синтаксис. Если кто смотрел Worldwide или читал Worldwide Developers Conference 2014, когда Apple там собирала в Сан-Франциско программистов, 6 июня, по-моему, это было или 3-го, они представили там язык Swift. Язык Swift как замена Objective-C. То есть если кто видел Objective-C, то это такой язык там с указателями, с указателями на указателе. То есть простому человеку его понять, ну, очень сложно. И компания Apple пошла по пути упрощения. Представили упрощенный язык Swift, который в дальнейшем еще будет упрощаться. Так же и Ruby. То есть Ruby упрощается, упрощается. И остальные языки упрощаются. То есть это хорошо. В принципе, вам это только на руку. Проще будет изучать. Потом, еще почему хорошая Ruby? Бесплатная инфраструктура. То есть за Windows, наверное, на своем ноутбуке вы платили денежку. Ну, может быть не явно, но когда покупали ноутбук, не каждый из вас пошел и вернул денежку за установленный Windows. Ну, в случае с ноутбуком, это, ну, скажем так, можно простить, да? А если у вас там несколько десятков серверов хотя бы, и на каждый сервер нужно поставить систему управления базами данных, то в случае с каким-нибудь Microsoft SQL Server придется выложить там от 5 тысяч до 25 тысяч долларов за каждую лицензию. Ну, у нас в России никто не выкладывает, но в Америке законы никто не нарушает. Поэтому там все люди честные и не очень любят платить деньги, и поэтому лучше они будут работать на Linux, и не будут платить деньги за лицензию. А вот и Ruby прекрасно интегрируется с бесплатными базами данных. Ну, не Ruby сам, а Rails. Поэтому людям выгодно его использовать. Потом поддержка. То есть сейчас вам будет очень просто учить Ruby, потому что существует сотни сайтов с примерами и документацией, сотни форумов, сотни людей, которые готовы вам помочь. Сейчас у вас такой этап, когда у вас не будет каких-то сложных задач. То есть все, что вы себе можете вообразить, все это уже кто-то сделал на Ruby. Все это уже написал кто-то на каком-то форуме. Все это уже кто-то объяснил, как это работает. Поэтому если вам что-то потребуется сделать, то вы можете не сомневаться, что вы это сделаете. Единственное, что тут я бы добавил, это то, что некоторые люди отказываются решать задачи, что называется. То есть вот у них не получилось и все. Это так делать нельзя. То есть надо добиваться того, чтобы каждая задача была решена. То есть каждая программа, которую вы пишете, должна быть написана. Если вы хотите выйти из игры, то вы хотя бы должны выходить победителем. То есть не так, что вы начали изучать Ruby, и Ruby вас победил, и все, и вы ничего не поняли, и ушли из игры проигравшим. Если вы хотите закончить свое обучение, то вы сначала допишите то, что вы хотели, а потом уже можете об этом подумать. Но также у Ruby есть и минусы. То есть минусы это то, что язык довольно молодой, но относительно молодой по сравнению с Ява, с C и так далее. С первым, с тем же самым. С Python. То есть, допустим, вот в Яндексе используют Python очень часто. Например, знакомый занимается, точнее работал в Яндекс.Фотках. Яндекс.Фотки сделаны на Python. На Ruby они не хотят переходить, потому что говорят, что Ruby, во-первых, молодой, во-вторых, медленно работает. Хотелось бы им побыстрее. Не знаю, что они хотят. Хотя на Ruby работают и проекты, которые намного больше, чем Яндекс.Фотки. Ну, вот у них такой аргумент, что Ruby язык молодой и для Enterprise не подходит. Ну, потом еще есть такой минус, что существует несовместимость версии. То есть, ну, небольшая несовместимость, скажем. То есть, версия ветки 1 различается немного с версией ветки 2. То есть, если вы написали программу на Ruby 2, которую мы, кстати, и будем изучать, то она может не работать в Ruby версии 1. Ну, там потребуются какие-нибудь небольшие изменения. Ну, не существенные, но все-таки. И Rails, то есть, веб-фреймворк для создания приложений, он тоже, как бы, не очень совместим со своими старыми версиями. Потом еще были проблемы с безопасностью в Rails. Есть у меня такой хороший друг. Зовут его Егор Хомяков. Известный специалист. Ему 20, не знаю, сколько сейчас, 21. Может быть, год или 22. Известный специалист по сетевой безопасности. Он занимается консалтингом. Не подумайте ничего плохого. Вот он берет за свои услуги. Он 200 долларов в час. Работает с известными компаниями. То есть, может быть, вы слышали компания Stripe, например. GitHub, кстати. Может быть, кто-нибудь слышал. То есть, он находил уязвимости и там, и там. И была проблема не так давно с безопасностью в самом веб-фреймворке Rails. То есть, все компании, которые использовали Rails, в один прекрасный момент, стали уязвимы там, ну, в каком-то типу атак. Ну, может быть, это было не очень критично, но как бы не очень приятно. Поэтому Enterprise и различные там финансовые организации, они не очень любят Rails. но зато Rails любят те, кто любит быстро делать и не хочет писать много ненужного кода. Такого, как, например, C++. Не очень хороший язык. Но я его не люблю, хотя я его знаю. Ну, и минусы еще есть в том, что сложность начального понимания Rails. То есть, там, 36 каталогов, там, 42 файла в простом приложении. Ну, сначала вы выучите, а потом будет просто. К тому же, необязательно знать Rails. То есть, я встречал однажды на форуме, там, на каком-то, математика, который нашел работу. Он искал работу. Говорил, что он знает Ruby, но не знает Rails. И все-таки он нашел работу программиста Ruby on Rails. Junior девелопером стал. То есть, он просто знал Ruby. Использовал Ruby, там, для каких-то расчетов, там, своих. Так что, то, что Rails может быть немного сложен для начального понимания, в принципе, это не помеха. И существует, может быть, кто-то из вас знает, два типа разработки. То есть, есть такие два понятия в вебе. Это front-end и back-end. То есть, front-end это то, что выводится у вас в браузере. Разные там веб-формы, правильно расположенные картинки, как элементы на странице между собой взаимодействуют. То есть, допустим, если включен какой-нибудь checkbox, то есть, какая-нибудь галочка стоит. Например, принять лицензионное соглашение. То есть, пока вы не примете, страницу вас дальше не пустят. Это вот задача front-end, так называемого. Back-end это то, что происходит на сервере. То есть, back это как бы сзади. спина. Перевод с английского языка. Front это спереди. То есть, back-end это то, что происходит на сервере. На сервере, в принципе, иногда вообще не используют Rails. То есть, существуют специальные API, то есть, Application Program Interface для общения с сервером, скажем так. И back-end программист, он просто занимается созданием этого интерфейса. И Rails он вообще не трогает. Для таких интерфейсов существуют свои фреймворки сенатора, например. Ну, сенатор это не для API, а вот для API это есть такой фреймворк для Ruby on Grape. То есть, вы можете быть программистом не Ruby on Rails, а Ruby on Grape или Ruby on сенатора. Сейчас мир движется к разделению, как бы. Front-end, back-end. Поэтому вы можете работать с back-end, back-end с Ruby или можете работать с front-end со знанием Ruby. Например, это тоже можно. Ну, и кроме Rails, то есть, допустим, если у вас не пойдет ни Ruby там, ни Rails, существуют другие фреймворки. Например, есть фреймворк Meteor, так называемый Meteor, то есть по-русски. Ну, эти фреймворки, они дело в том, что сложнее найти работу. То есть, если мы хотим сделать так, чтобы вы поскорее нашли работу и поскорее начали зарабатывать деньги, то желательно все-таки вам начинать с Ruby, а не какие-то там на Meteor. Meteor, он использует JavaScript, лучше туда пока не переходить, потому что JavaScript кажется, что все так просто, но на самом деле в принципе там все то же самое, что и в Ruby, но еще немножко сложнее, я бы даже сказал. Ну, на Meteor можно найти работу в Штатах, в смысле в Соединенных Штатах Америки. Но перспективы пока этого Meteor мне не особо понятны. так, минусы прошли, у нас 40 минут прошло, давайте какие-нибудь вопросы в чате. Есть ли у вас вопросы? Послушаем и сделаем, пожалуй, небольшой перерыв. и я сейчас почитаю чат. Сколько мне лет? 31. В чем отличие Mutex и Spinlock? Я бы вам сказал, но думаю, что это не наша тема. или 32. Ну, на самом деле мне 32 будет 25 июня. Сейчас мне 31 или почти 32. В основном программишь на Дотнет, как давно на Ruby. я программирую на Ruby с 2006 года. Программирую на Дотнете немножко пораньше. То есть, сейчас я в принципе могу программировать на любом языке. И, кстати, если верить Макконеллу, по-моему, который написал книгу про управление программными проектами, по-моему, она называется «Мифический человеком месяц». Там говорится о том, что если вы программируете и хотите переключиться на другой язык, то вы сможете это сделать где-то за 6 месяцев, через 6 месяцев вы допустим у вас есть 10 опыта на C++ и хотите переключиться на какой-нибудь язык Swift, скажем. Через 6 месяцев вы будете также прекрасно программировать на Swift, как вы программировали на C++. Потому что все языки между собой похожи. Ruby, кстати, объектно ориентированный язык. На C++ плюс он немного похож. То есть все положительные черты он оттуда перенял. В каких сферах работают программисты Ruby? Как я понял, не в финансовой, из-за медленности языка. да, Ruby это не финансовая сфера. Финансовая сфера это вообще она стоит особняком, потому что если вы знакомы с тем, как работают разные банки, то есть банки вообще не любят ничего менять. Финансовые компании они не любят ничего менять. То есть работает и ладно, не трогаем. поэтому с Ruby у них не очень. Какие сферы? То есть компании, которые занимаются разработкой веб-сайтов. Но не таких веб-сайтов, там веб-сайт-визитка, а разных. сейчас, например, я занимаюсь созданием Bitcoin обменника. Bitcoin обменник часть написана на Ruby, часть написана на C-Sharp. То есть на C-Sharp написано из-за того, что язык более такой состоятельный и более надежный, более защищенный. Поэтому они не хотят рисковать с Ruby, но на Ruby написали несколько частей, потому что это быстро. ну и примеров большое множество. Очень много сайтов, которые работают на Ruby. Можешь озвучить пару преимуществ Ruby перед Python. Преимущества будут после. Мы будем сравнивать Ruby и другие языки. Но если вкратце, то намного проще синтаксис, намного больше различных библиотек и лучше на Ruby и на Rails намного проще создавать веб-сайты. Я ничего не ставил из списка. Только скачал. Надо было ставить, ставить не надо. Сколько длится одно занятие? По плану 40 минут, 10 минут, перерыв, но сейчас я не 10 минут, 5 минут перерыв. Сейчас немножко мы вышли, но ничего страшного. Одно занятие 40 минут, потом я еще планировал 40, и дальше ответы на вопросы и так далее. приблизительно я планирую два академических часа или два обычных часа. Будем стараться, чтобы два часа хотя бы длилось. у всех дома есть пакет с пакетами и файл с файлами. А у вас есть кастрюля с кастрюлями. Так. Дальше считаем. Можно ли на Руби писать игры? Ну, недавно меня спросили, задали мне такой вопрос. Можно ли на Руби писать мобильные приложения? Сейчас можно на Руби писать практически все. Создано куча разных фрейм... ну, не фреймворков, а как это development среда, скажем так. То есть, куча разных программ программ, в которой вы пишете свой код и эти development среда конкретная предназначена там, например, в том числе для создания игр или для создания мобильных приложений. То есть, можно писать на Руби игры. Кстати, даже более того, компания Microsoft сделала поддержку Руби в своих продуктах. То есть, Visual Studio и можно вполне писать Visual Studio на Руби. Там он называется IronRuby, но, в принципе, он ничем не отличается, потому что это Руби, а не Rails. не будет Так, еще есть вопросы? Если нет, то у нас будет 5-минутный перерыв. Зачем два скайп-чатика? Два скайп-чатика на всякий случай. Если один сломается, пойдем во второй. У кого-то один. Ну, ладно, я потом добавлю. так, ладно, друзья, пять минут перерыв, потом я приду. Если возникнут какие-то вопросы, пока их подготовьте, потом их зададите. сейчас я включу рандом целом как-нибудь.